Российский Центробанк в прошлом году, потерявший 4,5 миллиарда американских долларов резервов на изменении курсов иностранных валют, вновь ошибся в своей стратегии поведения на валютном рынке. О новых долларовых многомиллиардных потерях команды госпожины Биулиной. Наш первый материал. Если год назад Центробанк подвела покупка американских долларов против евро по максимальному за 12 лет курсу, то теперь мегарегулятор, похоже, встал в противоположную позицию и вновь понес существенные убытки. За неделю с 15 по 22 июня международные резервы России сократились на 6 миллиардов 100 миллионов долларов, сообщил ЦБ в своем еженедельном отчете. Скорость, которой таяли российские резервы, стала рекордной середины декабря 2016 года. Тогда за неделю ЦБ лишился 8 миллиардов долларов, а их общий объем, 456 миллиардов долларов, оказался минимальным за 3,5 месяца. Резервы сокращаются под воздействием отрицательной переоценки, объясняют в ЦБ. Регулятор имеет в виду падение цен на золото, которое составляет 18% его резервов и снижение курса евро к доллару. На 1 июня у Центробанка было 62 миллиона тройских унций золотых слитков рыночной стоимостью почти 81 миллиард долларов. За отчетную неделю стоимость драгметалла обвалилась с 1305 до 1265 долларов за унцию, что принесло убыток в 2,5 миллиарда долларов. Курс евро к доллару снизился на 1,7%. На 1 января, это последние доступные данные, Банк России держал в европейской валюте 21,7% от общей суммы резервов, или 78 миллиардов евро. Если бы эта доля сохранилась, ЦБ получил бы лишь 1,5 миллиарда долларов убытка на валютном курсе и 4 миллиарда долларов в сумме с учетом золота. Таким образом, ЦБ, судя по всему, продолжил активно сбрасывать доллар США и мог резко увеличить в резервах долю евро до 130-140 миллиардов. Напомним, в апреле ЦБ провел рекордную в истории распродажу госдолга США, избавившись за месяц от половины своего портфеля американских бумаг. Судя по статистике самого Центробанка, этот процесс продолжился и в мае. Объем ценных бумаг иностранных государств на балансе сократился еще на 17 миллиардов долларов. Выведенные средства регулятор складируют на депозитах в коммерческих и центральных банках за рубежом. 75,5 и 64,8 миллиарда долларов соответственно. Золотовалютные резервы нужны для того, чтобы защитить нашу экономику от внешних рисков. В том числе при появлении рисков финансовой стабильности, защитить рубль, обеспечить импорт. Потому что импорт в этом нуждается. Его оплачивают другой валютой. Пока ставка против доллара оборачивается для ЦБ убытками. За последние три месяца регулятор купил для Минфина 15 миллиардов долларов на валютном рынке, используя дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Однако общий размер резервов при этом остался неизменным. Валютные операции ЦБ приносят колоссальные убытки российскому государству. Просто вдумайтесь, если бы вы в своей второй половине сообщили, что в этом месяце ваша заработная плата претерпела серьезную корректировку в сторону снижения. 6 миллиардов долларов. И это за одну неделю убытки в ошибке, которая была допущена валютными стратегами российского мегарегулятора. Но между тем денежно-кредитная политика ЦБ загоняет в тупик и несырьевой сектор отечественной экономики, который продолжает находиться в кризисной, я бы сказал, стагнационной ситуации.